это не те эмоции я вас уверяю знаете я на самом деле содрал запрет на аплодисменты я учился в бауменке в москве на каком-то там втором горбаком курсе и слышал что есть такая певица лина макротыча мне не ставили на пластинках она пела каких-то церковных оралов итальянском древнолатинском языке голос был впечатляющий это было контракта оперная поставленная с хорошими вибрациями ну круто поезд но я оперу ненавижу с детства вот как бы как начали абонементы есть такая обязательность по абонементу сходить на классику вот как в красотке да с ричардом гиром он так сказал все если действие к тебе те кто сразу вырубляется в оперу и те кто никогда не понимает и вот сразу первый раз в оперу попал ты сразу либо полюбил либо нет мне не повезло хотя без музыки жить не могу сами видите да не знаю я вот это божественная дихотомия но именно так потерял мысль аплодисменты 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 и вот я увидел что вывеска лина макротыча в дк маи это не так далеко отчет это мимо проезжал я раз деньговору хоп на 12 билетов понять все что я делал выходит за рамки логики и моих ценностей тогда оперная певица на пластинке знаю не нравится какого хрена все деньги 12 билетов не детская сумма для студента в ноль понимаете у меня просто был проездной единый на метро меня это спасло я приехал обзорвался так кто пойдет кто не пойдет раз и пошли в основу моя комната мой брат жена моего брата и там и какую-то девочку там они там москвичку пригласили которую я тоже знал мы все приходим она у нее ливейчик такой задрот такой на пианино песни всегда выступают я так сижу думаю что я тут делаю битком зал меня поразит дк мои технари ну ладно свалим там так так все у меня когда и вашенька василия джаз там я вот это да это еще но уже пришел как бы ну да я такой знаете сейчас культуре так могу уходить на скучные вещи органы да круто нифига вообще не мое там она говорит пожалуйста не хлопайте потому что как бы я так пою и вот такие вещи давайте мы тут что-то как бы инициируем я тут что-то как-то пою а мы потом это разрушаем да ага да все так так и раз мы сидим она меня обратила в свою веру за пять секунд наверное вот с той поры я стал походить на того кого вы видите пять секунд я понял что она поет через пять секунд и я не слышал как начался звук понимаете я стал свидетелем что весь зал звучит ее голосом она пила какие-то народные вещи очень простые романцы народные вещи она не пела зарубежные вещи и так было всегда она иногда ступала нарочитое когда она закончила и когда она убрала голос так не пел никто это было два часа топоры можно было вешать первое отделение закончится люди вставали у них было такое ощущение что их мешком пустым по голове в темноте накрыли понимаете у них лица были искажены понимаете и потом она сказала я понимаю эмоции после концерта весь зал стоял и вызывал на бис несчастное количество раз она говорит извините я устала я вас понимаю спасибо вам большое не так давно но я исполняю песни не я не умею так вот ради минуэмбе я не учился владеетесь голосом но я пою что уже цену и мне кажется вы это слышите и когда оля подар сигнал у нас останется 30 минут если вы хотите мы будем пить несколько вещей это будет просто чисто про любовь это прокатит сегодня ну тогда давайте закончим здесь а если есть вопрос много можно вопрос поставить для кого мы здесь не закончим мы сейчас закончим вот смотрите и так да вот это вот ячейка вас постоянно интересует правильно да ну вот смотрите здесь как раз происходит трансформация смотри а откуда все таки учитель знает то вот когда мы говорили с потолок да вот безжалостный очень провокативный будет ответ я не буду на нем наставить мы его озвучим вообще не могу ни на чем наставить чтобы вы понимали да это не может истинно ни в каком не станции после того когда мы проговорили что мы ничего истинного не можем сказать но слово высказанное есть ложь известный афоризм но сколько потрясающе невысказанное состояние пауз у нас было которые были наполнены абсолютно истинными вещами не важно о чем мы говорим но то что заставило нас здесь собраться и быть так пронзительно внимательными какой то в общем то такой модной теме объединяет нас и делает очень человечными наполненными чем то может быть необычным может быть кому то это рождает тревогу или еще что то вы понимаете вам выбирать я говорю если вам не нравится если это не ваша энергетика вставайте с моей благодарностью покидайте этот зал это будет прекрасное решение потому что вы всегда должны находиться там где вам комфортно все мы тащим родительские комплексы у всех у нас родовые установки а социального дерьма из телевизора и вот этого политизирования мы там вообще не исчезла и пока мы вот это вот все не освободимся ничем хорошим кроме бурных оргазмов в постели мы никогда не сможем поделиться понимаете которая так немножко порнографична а мы созданы для того чтобы вот этими десятью в пятнадцатой связи не только со своим пацаном там или с девчонкой обмениваться кроме него то еще семи миллиардов а там как бы чуть-чуть вот немножко над планеткой там как бы сейчас я вам скажу вещь с которой сразу всем надо застрелиться академию наук просто закатать в асфальт и с чего-то начать ученые на самых высоких уровнях все знают изредка проговариваются вот так вот проговариваются не знают что с этим делать открыли доказали и каждый вот такой вот кандидатик наук он об этом знает но продолжать жить своей жизнью потому что пост преподавать мы живем знаем и апеллируем законами в веществе в самом лучшем прогнозе пятнадцать процентов открыто темное вещество и материя которую у нас нету даже приборов чтобы как-то зафиксировать его количество и как туда пройти это не антивещество то есть вот все что мы видим имеет отношение в самом оптимистичном прогнозе пятнадцать процентов в критичном не больше трех почему говорят мир иллюзия почему эти товарищи они говорят да мир иллюзия так естественно пусть даже между тремя и пятнадцать процентов семь ну десять да мы живем мы общаемся десятью процентами реального вещества а остальное просто не в состоянии ловить но оно существует у нас как под корочкой так и в ней везде по этим мы вообще ничего про него не знаем а оно есть имеет нас мы в нем вокруг понимаете вот так чем занимается наука законы и все остальное да и мы и были естественно у меня вообще к слову наука очень большие вопросы естественно мы все видели как она законы механики отменялись релятивистскими законами как законы Эйнштейна о теории относительности да реактивность движения относительность времени появлялась да когда тело движется со сверхзвуковыми скоростями тело вдруг время становится относительным задам тупой вопрос солнце же не относительно оно же есть но то что мы от него видим мы тоже видим только вот эти 10 процентов там наверняка оно там состоит из 90 процентов непонятно чего да а что это время это стало относительным ну пусть там да там меняют а это физика вот у него МЦ квадрат там пополам там вот все оно объясняет легче кому это стало нет кто-то может это вот этот МЦ квадрат пережить там да объяснить мне да как форму яблока или тепло женской груди или красоту какую-нибудь да кто-нибудь может но речь-то о том да нету времени никакого ребят а знаете для чего его создали и почему мы с будильниками все паримся и стоим на работу там 7.00 знаете для чего не допустим чтобы тем кто нас имеет мы помогали бабло зарабатывать вычеркните бизнес да представляете вы встаете по внутреннему ощущению да идете по внутреннему ощущению работаете по внутреннему по внутреннему ощущению заканчиваете вот представьте что нет вот все что имеет отношение к время все будильники не исчезли с планеты почти рай Да? Давай там встретимся. Я сейчас встречусь. Когда? Это что в нас разовьет? Я тебя жду, я пошел. Или когда? Вспомните, когда не было мобильников. Кто-нибудь захватил это время? Ну вот, да, мы знаем. Встречались же как-то, да? И телефоны были не в каждой квартире. Классно встречались как-то. Как? И не терялись. И не терялись. И гармоничность это как-то нормально было, да? Что у нас разовьет это? Интуиция. Обалденную. Пространственную ориентацию. То есть птицы будут нам завидовать. Ну, через поколение 12, когда там нормальненько тогда. А вот это вот все, да? Я вас к чему призываю, да? Все, что имеет отношение к цивилизации айфона, новости, айпады, да? Ребят, поосторожнее с этим. Вот не будьте там. Поосторожнее, ребят. Потому что придет момент, когда ваше тело перестанет вас удовлетворять. У меня на руках умирали мои родители, а один еще не умер. Все никак не может умереть. В лежачем состоянии лежит, да? Я никак не могу понять, ну, какого хрена мне такая нагрузка? У меня этих пятеро и эти еще, блин, на меня свалились. Ну, я туда. Ты че? Ты че тут? Ну, вообще, я же вроде такой весь их белый, пушистый, да-да. Ну, понимаю, ну, что-то я не рублю тут, да? Что-то я не рублю, да? Я увидел, что нас, как бы, жить не учат правильно. Вообще умалчивают, что такое старость. Категорически не говорят. Про смерть вообще. Как бы, еблик, не существует смерти, понимаете? И старости тоже нет. Все должны быть молодые, сексуальные, хотеть друг друга и отдыхать. Вот, вот, все сделано для... Вот, земля для чего? Мир молодых. Ребята, жопа полная. Старость начинается гораздо раньше, чем вам кажется. Вы однажды раз и без зарядки не можете правильно функционировать, да? То есть, вот так вот вы не можете встать однажды, если вы не делаете зарядку, да? Открою вам секрет. До последнего дыхания вы должны так делать. Теперь идите и живите. Идите вот без всего, без этого. Идите, ну, идите, докажите, что вы сможете. Во! Это отдельная песня. Геронтологические вещи. Это отдельная... Ну, надо бы говорить об этом и не. Так вот, надо научиться жить, не просирая вот этот мир молодых. Как? Не просирая, да? Для того, чтобы когда закончилась эпоха твоей молодости, ты был точно подготовлен. К тому, что называется старость. И быть там достойным и никому не обузы. И я вам хочу сказать, там совершенно другое функционирование. Вообще другое. Преклонная старость, еще более другое функционирование. Мне повезло. Где-то брошюрка в самоиздате, в Москве. Там как раз, когда эти 80-е перестройка, начали самоиздатывать какие-то политические вещи. И там раз, брошюрка. Клуб для тех, кому за 80-е будет. Ха! Ну-ка, блин. А у меня там 25, я там в зал хожу. Такой классный весь. У меня биться. У меня все классно. Для тех, кому за 80-е. Улыбочка так спадает. Минут за 30 я от корки до корки. И потом, когда занимался маржами, я видел этих ребят. Я говорю, а вы в клубе для тех за 80-е? Да. А расскажите, кто председатель? Они так рассказывают. Ему 80 лет, он так в прорубе купается в 4 раза больше меня. И я понимаю, что у него, как у мужика, все нормально. Понимаете? А я так смотрю, думаю, у меня дед в 84-е там все уже было развалюха, я там умер. А этот в 80-е еще там 20-ку там протянет и неизвестно вообще сколько. Я начинаю с ним разговаривать. А девушка, а что там, говорю, что у вас там, как у мужиков нормально все? Он говорит, да, все регулярно. И что, часто? Он говорит, ну как, в нашем возрасте раз в месяц это потолок, ну ты бы знал, как это качественно. Я себя не 20-летнего ненавижу. Понимаете? То есть он 80 лет занимается этим регулярно, умеет это делать. Но там есть такие статистические вещи. Если после 40 ты не начинаешь заниматься регулярно час в день с собой, ты до 50 можешь не дожить. В 50 ты должен 2 часа с собой заниматься. Это ты говоришь, так, это с собой. Это йога, прогулки, разбежки, медитации, массажи, все что угодно. А в 80 ты должен 24 часа сутки заниматься с собой, чтобы не быть ни у кого обузой на шее. Кто об этом знает? Иногда раз в неделю ты в 80 лет говоришь, я могу час посидеть с моим любимым углом. Можете его приводить. Я сегодня особенно хорошо себя чувствую. Понимаете? И этому надо учить, к этому нужно готовить. И это должно быть естественным результатом образовательного процесса. И вы должны это знать. Вы должны со своей супругой это грамотно проживать и так далее. И если у вас будут тантрические вещи, это отдельная беседа. Я вас уверяю, эрекция в женском и мужском состоянии, у женщин там есть условно, эти вещи, не будет волновать никаким образом. По той причине, что там мало с ней, что приятного на самом деле связано. Потому что все тонкие вещи, они начинаются до проникновения друг в друга. И иногда прекрасны, если они ими и заканчиваются. Кто об этом знает? Кто? Этому можно учить. Этому можно преподавать. А там запредельный космос. Можно этим заниматься дистанционно. Можно восстанавливать больных людей. Случайно сын там где-то заболел. Так, все, ложись, делай. Через 30 минут тебе полегчает. Мам, спасибо, я еще так не умею. Никаких таблеток, все можно делать. Вот, теперь смотрите, какие задания. Уровни наши. Самое страшное, что естественно, вот сколько здесь людей на этом уровне. Сущностей, правильно, да? Количественно. Сколько? Сколько людей на этом уровне? Нет, сущностей, но один, да? Понятно, что Бог, Он один, да? Тут как бы, ну, если есть религиозные фанатики, низкий им почет, да? Если кто-то вот в христианстве, там, в православии, там, вот, по храмам, да? Ребят, огромное уважение, потому что я был православным христианином, да? Меня там прижимал, я ходил в храм и молился. Но на самом деле, скажу страшную штуку. Все религии — это секты. Все религии — это секты. Первый раз я услышал этого Далай-Ламы. Официальное. Надо заканчивать с религией, потому что нужно заниматься этикой, культурой и образованием, да? И вот, если вы говорите «Слава Богу», да, и у этого Бога нет имени, здорово, но Христа, как личность и просветленного, да, вы понимаете, да, это равенство, никак иначе. И этот учитель, внимание, открытым текстом, открытым текстом внутри черепа слышит голос Божий, говорит «Все, братан, я и ты одно». И я вам хочу сказать, мало кто сразу соглашается. У них там есть свои переходные процессы. Потому что ни хрена себе с таким согласиться. А за базар же надо отвечать потом, да? Как-то по-другому потом надо жить, мать твою. Как бы прозвучало утром. Ну, ты как бы к этому шел, ты как бы хотел. Но знаете, когда оно случается, там памперсы можно менять каждые 2-5 минут. Это все метафора, что я говорю, да? Ну, вы понимаете о чем, да? Что это качественно другое бытие. И оно сейчас проживает качественно другое. Потому что вряд ли вы тогда где-либо переживали вещи и занимались. Ну, так вот прям нагло, да? Как мы это делаем сейчас. Мы прям вот, знаете, вот как... Кто-нибудь читал Руд Диксон? Там есть такая хорошая женщина, которая про секс прописающую книжку не писала. Нет? Ребят, если не читали, прочитайте. Пожалуйста. Я вам так сострадаю. Вы трахайтесь хреново. Я вам честно говорю, пока секс вот этот вот, пока не проживете, там вот никакого бога, ничего. Вот, пожалуйста, научитесь нормально сексом заниматься. Руд Диксон. Не бойтесь любви. Или второе название. Когда ты заполучил меня сюда, что мы теперь будем делать? Вот в первоначальном варианте она вот так. Я вас говорю, вы никогда не увидите, вы никогда не сможете после этой книги стесняться, даже если вас разденут публично на Красной площади. Круто? Ребят, вот кто говорит, никогда не стесняюсь, я вас уверяю, там будет очень много приятных моментов. Если стыда нет, значит вы просто так, ха, проглотитесь, ну да, книжка нормальная. Ну, я очень рад. Руд Диксон, да? Да, Руд Диксон. Руд Диксон. Не бойтесь любви. Название. И в другой интерпретации она в сети называется. Когда ты заполучил меня сюда, что мы теперь будем делать? Кто писатель? Руд Диксон. Не бойтесь любви. Первое название. И этот же текст назван по-другому. Когда ты заполучил меня сюда, что мы теперь будем делать? Вова, сразу отправь эту книжку в Екатеринбурге. Да, и сразу говорю, не уподобитесь нашим родителям, наверное, не у всех были такие, но мои такие были, да? Не вздумайте ее скрывать от детей. Мои дуры до сих пор не прочитали. Я говорю, как у тебя были партнеры? Я тебе говорил, там с 12 лет ты до сих пор не прочитал. Пап, ну некогда. Я по рожи-то вижу, что у нее ничего хорошего-то там не было. 12 лет можно детям, да? Нет, нет, нет. Я говорил им, что когда у вас придет желание партнера, чтобы сначала перед тем, как лезть куда-то там, прочтите книгу. Ребята, никогда ничего не советуйте. Прошу вас. Никогда ничего не советуйте, если не прочитали сами или не прожили. Никогда не передавайте чужие рекомендации другим. Или честно говорите, я вот вышел, сам не проверял. Все, что я вам говорю, не понаслышке. Вы меня извините. И это чувствуется, правда? Когда теперь-то в отолчину не надо. То есть, вот когда я говорю там о каких-то... Я почему про нее вспомнил, да? Там есть такое выражение, да? Когда ты держишь его за яйца, извините, да, то он у тебя весь в руках, да? То есть, вот здесь вот то же самое, да? Бог держит тебя, ну, как бы за все на самом деле, да? Но там такой образ женский, да? Это женская картинка. Вот когда он его вот так вот держит, все, он мама. То есть, он действует. То есть, вообще, 6-й бездоверия. Если кто знает, очень огромное, на самом деле, наслаждение. Если кто-то так принимает противоположный пол, что может им наслаждаться. Спасибо. Сейчас новую петь о любви. Если услышите, захотите, можете вернуться. Москве. Книжник. Вот. Книжник. Теперь смотрите, еще несколько вещей, которые очень пробуждающие. Хотите, дам несколько рекомендаций, если я несколько хотите. То есть, книги переворачивающие сознание, переворачивающие. Скажем так, всегда пробуйте начать читать. Если книга ваша, если не ваша, да, ну, вернее, и все, и откладывайте. Но, если через 20 лет вам опять подходит книга, и вы всосетесь, вернитесь в тот момент. Рассмотрите, почему вы 20 лет назад были книги, или 2 года, да? Да, как правило. Побудьте там, да? Для чего? Чтобы это было первый и последний раз в своей жизни. Вот это вот неуважение. И что это такое? Да, ну, ну, да, если ты прав, ну, да, херня, и все, и не попадется. А если, а через 2 года, как я мог? У меня так было с некоторыми авторами. Вот кто-то приносил мне певицу, я говорю, да, ну, фигня. Через 2 года, как? Слушай, я такую певицу не слушал, Анда. Слушай, ты что, дурак? Я тебе 2 года назад выдавал. Не может быть. Вы знаете, я вот так вот садился, и вот, ну, до расстрела. Как? Божественная певица, которую 2 года назад я не всосал. Вот, Ирина Богушевская. Вот, оказывается, это было с ней. Я не мог поверить, что я Ирину Богушевскую с первого раза не про это самое. Не увидел, не услышал. Мы сейчас поем ее песню, кстати. Ди-ка, поем. Трактаты о Тихомеде. Это обо всем, где мы задействованы с точки зрения не только материального мира, но и тонкого. У него есть понятие эгрегоры, да, и как они функционируют между собой. Эгрегоры стран. То есть это такие тонкие образования, имеющие прямое отношение к ноосфере Вернадского. Трактаты А, Тихомир, Александр. Да. Я потом еще через помощь расскажу небольшой тракт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.